Искусство в формате вечеринки. Поздним вечером 3 ноября Иваново присоединился к всероссийской акции «Ночь искусств». Для посетителей двери открыли музеи, библиотеки, театры. Такой неформат интересен для горожан. После тяжелого трудового дня им предложили посещение культурных мест региона. Атмосфера закрытого элитарного праздника прилагается. Музей СИЦА участвует в третий раз. Традиционно организуют выставки и мастер-классы. Показывают то, что еще никто из горожан не видел. Например, агитационные ткани. Издалека непонятно, что на СИЦах непривычные цветочные узоры или огурцы, а патриотичные яркие трактора, индустриальные деревни и даже фабричные гудки. Предлагаем смотреться в эти ткани, посмотреть, может быть, другими глазами. На советскую символику, на работающие фабрики, на горящие лампочки, на восковольтные линии, на турбины, на трактора, на ритм тех пятилеток. Мы предлагаем посмотреть на то, что наши предки создали вообще потрясающую школу. И, конечно, нам очень жалко, что сегодняшняя школа не может похвастаться пока такими креативными решениями. Организаторы акции в музее СИЦА уверены, все мероприятия направлены на то, чтобы ивановцы гордились городом. Это настольный тканский станок с ручным бердо. Бердо создает зев. Зев – это пространство, в котором мы продеваем челнок. Челнок с ниткой продеваем. Продеваем и подбиваем эту нитку к готовой зелью. В современном мире полно мерчендайзеров, менеджеров и копирайтеров. А Илья – представитель редкой нынче профессии – ткач. Используя настольные станки, которые сделал собственными руками, из шерсти производит шарфы и другие изделия. Сейчас предметы хендмейт очень популярны, поэтому на мастер-классе по пестриде немало народу. Научиться делать эксклюзив хотят все. Да, людям интересно, как это все работает. Я думаю, что много кто хотел бы попробовать еще раз. Заниматься этим достаточно просто, но нужно оборудование для этого. Не спицы для вязания, которые стоят рублей 20. В музее Бурылина ажиотаж. Открыты все экспозиции. Проходит мастер-класс по живописи, изготавливают открытки и сувениры. На втором этаже дамы в пышных платьях и господа в строгих смокингах учат ивановцев танцам. Погружение в эпоху стопроцентное. Время препровождения с пользой для тела и духа. Можно узнать исторические факты о жизни и этикете прошлых веков. Мы начнем показывать танцы со средневековья и закончим началом 20 века ректаймом. И за весь этот период мы постараемся охватить самые такие яркие танцы. Вальс, миноэты, контрадансы, польки и так далее. Билеты на ночь искусств в музеи платные. Стоимость от 100 до 200 рублей на человека. В этом году предусмотрен специальный льготный билет для семей. Может быть поэтому в музее промышленности и искусств так много детей. Надо побольше внимания уделять подрастающему поколению. И может быть отдельно для них устраивать определенные занятия. Я буду подождать детей. Хорошо. То есть как-то более организованно и может быть более доступно. Дети любят потрогать, а трогать мало что можно. Поэтому это создает определенные, ну неудобства, неправильное слово, но трудности. Поддержали всероссийскую акцию и театры. В кукольном мероприятие для самых маленьких, в драматическом для всех. Вход свободный, а формат новый. В этом году любителям искусства Мельбовена раскрывают тайны театра. Проводят экскурсию по закулисью, учат азам актерской профессии. Вообще это такой интерактив, когда театр открывает дверь и показывает такие вот секреты, как гримерки, циническое искусство, там какие-то еще интересные вещи, грим. Он, конечно, интересен, потому что это всегда какая-то такая мистерия. То, что происходит за кулисами, всем интересно. А ночь она еще делает еще более интересным. То есть такой формат, как, ну может быть, вечеринки. Театральный гример показывает, как в течение 15 минут можно превратить обычную студентку в Клеопатру. Актриса учится сценическим движением, Мим обещает раскрепостить и помочь чувствовать себя уверенно. Мастер сценической речи объясняет, как открыть в себе новые таланты. Есть, но можно еще сильнее. Еще, еще, еще сюда, опускаю немножко. Сейчас, сейчас. Гости театра переходят от учителя к учителю в надежде впитать как можно больше знаний. Потрясающий мастер-класс. Интересно наблюдать. Все очень здорово. Я поучаствовал. Уже собираюсь все обойти. Везде немножечко оторвать, немножко искусства для себя. Атмосфера в театре волшебная. То ли потому, что время перевалило далеко за 9 вечера, то ли из-за освещения, то ли из-за декораций и костюмов актеров. Мы решили попробовать выделить лучших из лучших. Это знаете, как можно сказать, прошедших курс обучения, слушания акции «Ночь в искусстве» и наградить, поощрить пригласительным на двух лиц в наш театр. На тот или иной спектакль у каждого свой будет пригласительный. Приобщившись к искусству ночью, посетители вернутся в музеи, театры и библиотеки и днем, уверены организаторы акции. Посещать выставки, спектакли, экскурсии – вовсе не скучное, а полезное и интересное занятие, полюбив которое, каждый сможет сделать свою жизнь чуточку ярче. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Денисов, РТВ Иванова.